Кто такая Джилл Байден? Необычные факты о новой первой леди США Джилл Байден станет новой первой леди США в день инаугурации Джо Байдена 69-летняя супруга 46-го американского президента во многом отличается от своих предшественниц Начнем с того, что после вступления в должность первой леди США, она не собирается отказываться от своей карьеры и работы во время проживания в Белом доме Этим она нарушит более чем 200-летнюю традицию В чем отличие новой первой леди от предшественниц Мелании Трамп и Мишель Обамы и чем она успела прославиться, читайте в нашем материале Джилл Байден в девичестве Джейкобс родилась 3 июня 1951 года в Хамантоне, штат Нью-Джерси, а детство провела в Пенсильвании Отец будущей первой леди Дональд был кассиром банка в судосберегательной ассоциации Интересно, что настоящая фамилия тести Байдена – Джакобпа, но он сменил ее на более американскую Джейкобс Байден не первый муж Джилл в отличие от Мелании Трамп и Мишель Обамы Для Джилл брак с Джо Байденом второй Ее первым супругом стал Билл Стивенсон, профессиональный футболист, за которого она вышла замуж в совсем юном возрасте Брак продлился с 1970 по 1975 год В 1975 году же году Джилл познакомили с 30-летним сенатором Джо Байденом Отказывала Джо Байдену четыре раза, брат Джо Байдена Фрэнк стал свахой для будущей пары Именно он устроил им свидание вслепую Они пошли в кино на фильм Клода, Лилуша, мужчина и женщина Я была студенткой старшего курса, встречалась с ребятами в джинсах и футболках, а он пришел в пиджаке и макосинах И я подумала, боже, из этого ничего никогда не получится Вспоминает Джилл Кроме того, девятилетняя разница в возрасте показалась Джилл существенной Но Джо смог очаровать красивую блондинку своей галантностью и хорошими манерами Несмотря на это, девушка четыре раза отказывалась, когда Джо делал ей предложение Причина тому – трагедия в семье будущего президента Его первая жена Нейлия погибла в автокатастрофе в 1972 году вместе с маленькой дочерью Наоми А сыновья Бо и Хантер чудом спаслись Джилл не спешила принимать важное решение, поскольку в случае развода мальчики бы снова потеряли мать Но на пятый раз Джилл все же уступила Ведет активную национальную кампанию по борьбе с раком Многие годы Джилл и Джо поддерживают исследования, в том числе и материально, которые занимаются поиском лекарств от рака В 2013 году у них появился еще один весомый повод У сына Байдена Бо диагностировали глиобластому рак мозга Несмотря на все усилия, он умер в возрасте 46 лет в 2015 году Джилл также является лицом и основателем инициативы Байден по здоровью груди Организации, которая поддерживает, информирует, а также помогает многим женщинам бороться с раком груди Ранее мы писали также, что Дональд Трамп подставил новоизбранного президента США Джо Байдена в день инаугурации